Всем привет! Воскресенье! Время вопросов-ответов и подведения неких итогов. Мы говорили, что мы решили внести в канал перемены, отошли от сериалов и стали снимать ролики, короткометражки очень супер жрачный ролик. На злобу дня. Если в принципе мое впечатление, я доволен. Если то, как все происходит, нравится или не нравится, мне очень нравится, нравится постоянно перевоплощаться, вытумывать какие-то новые идеи. Это общее впечатление. Билёхов, так. Карапулечки стали занимать чуть-чуть меньше времени по съемкам, они стали не привязаны к какому-то определенному сериалу, это интереснее и в самом деле очень много. Если посмотреть на аналитику YouTube, то это эффективнее стало гораздо. Эти ролики просмотры переваливали за 2000. Делиться ими стали гораздо больше, чем нашими сериалами. Даже знахаря. И, ну, байков они собирать могут. Всегда хочется иметь все-таки, ну, какое-то признание по их трудовложению. И это радует. Какой-то радостный. Такие два. Да, это мы. Ништяк. Наконец-то начался вот этот юмор, вот эта вот шутка вся вот эта прошла. Давайте ответим на, ну, на количество вопросов, которые вы завалили. На все три вопроса? Да, на все три вопроса мы вам ответим. Ну, то, что где мы снимаемся, как бы мы думали, не отвечать, но все равно отвечу, то есть мы снимаемся в офисе. Угу. Угу. Для тебя, братан. Из всех четырех вопросов мы выбрали три. Ирк. Да. Ирк. Вопрос задает летсплей ту Ирк. Когда лайв-поступление или сходка в Иркутске? То есть, если кто не знает, мы все и в Иркутске. Да, какая-то, какая сходка. Я знаю, что там известные блогеры делают какие-то сходки, встречи с фанами. Не знаю, на нашем канале две тысячи просмотров собирают ролики, сколько их не как у тебя. Ну, давай летсплей ту Ирк, встретимся. Что-то из проблем. Кстати, пиши в личку ВКонтакте. Можно хотел бы задать такой вопрос, может быть, есть. Может быть, ты в курсе, да? Уважаемый. Так, еще раз. Летсплей Ирк. Может быть, ты знаешь, в Тавр-Тутске у нас есть такие мероприятия, где проходят, ну, типа, знаешь, стендап-шоу, какие-то стендап-пречи, может быть. Просто это было интересно поприсутствовать именно в таких мероприятиях. Может быть, что-то мы могли сделать сами. То есть, они чего могли сделать? Вот как-то микрофоник. Да. Есть какой-то микрофоник на микрофон? Ну, вообще, может быть, есть такие мероприятия, где проводят молодежь какая-то, например, КВН-чики. Может быть, есть какие-то мероприятия, типа клуба какого-то, где собираются ребята творческие, ну, и там, что-нибудь творят, там, угорают, заселятся. Следующий вопрос. Алексей Тридевятый. Остается ли проект «Откровенно»? И он же задает вопрос, будет ли Russian Geography. Мне светит здесь, если он сюда садится. Мне светит. Я потом буду в конце уже этого вот так вот садить. Эй! Нормально. Легче. Значит, проект «Откровенно» уходит на канале «Откровенно». Russian Geography, ну, как мы уже сказали, мы отказались от сериала. Я думаю, они, ну, вряд ли, не могут быть. Пересматривать старые ролики. Отлично. Вопрос следующий на «ГИБ-228». На что вы живете, если все время снимаете ролики? Рома, хотел ответить на этот вопрос. Ну, отвечайте. Кто? Ты. Нет. Ты же, кто раньше. Да на чем мы живем? Выживаем. Мы работаем вместе в одной компании. На этой и живем. А роликами мы занимаемся, свободное от работы время. А что у нас случилось? Давай, Павел. У тебя самое интересное место? О, интересно. Ребята, очень интересный месяц получился. Как говорилось в предыдущих роликах уже. Мы собирали большой поход на гору Мурку Сырды. На границе с Монголией. Поход состоялся. Погода не очень состоялась. Были плохие погодные условия. И за группу мы в 20 человек у нас поднялись всего двое. Экипировки было мало. По 5 человек в день пытались подняться. Но из-за метели и бури отсутствия видимости, не доходили до конца, возвращались обратно. Потому что было очень травмоопасно. В этом году очень много людей с травмами снимали от МЧС. Но были случаи с летальным исходом. Так-то, в общем, туризм. Дело непростое, сложное, но интересное. У нас был самый шумный лагерь. К нам все приходили слушать наши песни под гитару. Все мы вместе выбивали, веселились, играли в разные костровые игры. В общем, хорошо провели время. Круто. А что у меня произошло за это время? А что у меня произошло? А у меня произошло? А что же? А что же? А что же? А что же у меня произошло? Да что-то все в делах, в делах все. А, ну вот на прошлых выходных мне привезли машину навоза. Я сложил кучу хорошую. Сделал грядочки. Все, землицы навозил. Вчера проверил. Все уже горит. Можно огурцы сажать. Что еще? Пока сложил грядочку, ко мне зашел товарищ. И тогда мы с тобой бутылочку выпьем. Давайте посидели в Богороди. Хорошо, замечательно. Танюха моя быстренько организовала горчика с помидорчиками. Ну так здорово, как мы посидели, разошлись и дело сделал. Как бы я отдохнул. На следующий день что получается? Увышенный день рождения. Танюха, брат, там проплясал до трех часов, по-моему. В общем выдались выходные. Но вообще самое хорошее. Я дорабатываю это недельку. Последнюю недельку пройдем в отпуск. Ух. Не прощаемся, а говорим до свидания. Говорим до скорой встречи. Ровно через месяц воскресенья вы услышите нас. Вы будете рады по своими вопросами. Мы вас будем рады по своими ответами. Отлично вы можете. Пока. Пока.